Ну и по сути это помпа, которая создает отрицательное давление. Диабет – это всегда сужение сосудов, что питают конечности. Частый итог – некрозампутация. Уж очень любит инфекция нарушенный кровоток. Но с новым аппаратом лечение гораздо эффективнее, уверен хирург. Он портативный, работает от аккумуляторов, они заряжаются. Видите, пациент его может одеть, ходить по отделению, передвигаться, обслуживать себя. То есть он не привязанный к постели. К аппарату присоединяется контейнер для сбора жидкости, а в пораженную часть тела – трубка, что вытягивает всю заразу. Эксудат поступил, он опять немножечко выкачал и держит. То есть постоянно держит вот в таком присосном состоянии. Микробы не могут в данной среде плодиться и размножаться. И все их продукты жизнедеятельности, вся эта, грубо говоря, грязь, она всасывается. Саму процедуру медики показывать не стали. Говорят, это неэстетично. Кстати, пациенту недавно ее доделали. И он остался доволен. Еще бы, ему грозила ампутация выше колена без должного ухода. Нормально все, все помогает этот аппарат. Выходил я с ним с перерывами, через неделю, все эти опухоли ушли. Сама вакуумная методика не новая, но старый аппарат выглядит массивно и неудобно. Пациентов он приковывал к постели. Кстати, в этом году в новом корпусе республиканской больницы медики откроют гнойно-септический центр специально для таких больных. И чудо-помпы закупят еще.